И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давайте дальше рассмотрим, как подключать персонажа. Так, по прошлому ролику, значит, действия у нас подключены на W, S, A и D клавиши. Также можно подключать их на мышку или на боковые, значит, клавиши вперёд, назад, влево, вправо. Так, ну нам нужно теперь, как бы, P, английская, в игровой движок заходим. Сейчас я подключу, значит, текстуры. Файл, Fint, Messing, находим текстуры, подключаем, смотрим, как они подключились. Так, что у нас тут происходит с shapekey? Так, а ну-ка, вот с этим делом тут немножко, иначе всё работает. Так, шляпа. Всё подключено. Так, теперь, значит, выбираем, в прошлый раз выбирали бокс, а теперь выбираем rig. И на rig добавляем keyboard, допустим, клавиша W, и другая клавиша будет shift, это для бега. Следующий вариант, акцион, действия подключаем, и всё это дело связываем. Так, здесь ставим анимацию, так, run, бег, и 20, смотрим, сколько у нас кадров. Заходим или в timeline, или в допшит, заходим и смотрим, что у нас тут. Так, 23 кадра. Смотрим, заходим в timeline, мотаем, и видим, что у нас анимация стоит с четвёртого кадра. Ставим его с нулевого. Так, и перетаскиваем английская G, перетаскиваем все анимации вперёд. Так, следом, что у нас, заходим в logic, как же она называется, логистика. В логистику и ставим здесь, значит, 22 кадра. Так, должна анимация отключаться при loop stop, при остановке, ну, когда бросаем, значит, клавиши, да. Смотрим, P английская, и смотрим, что у нас, ходьба, shift, пошёл бег, зажимаем, W с shift, да. Так, ну, у нас, вот, получается, анимация, значит, анимация ходьбы, W, 0,03 стоит. Если мы ставим, как в прошлый раз, единицу, то у нас будет быстрая ходьба, это будет не есть good. Видите, что за анимацией не успевает. Вот, такая штука. Значит, нам нужно поставить меньшее значение. 0, ну, давайте 4. Смотрим, что получится. P английская. Ну, в принципе, вот нормально он идёт. И то быстровато, наверное, лучше поставить 0,02, допустим. А ну-ка, enter. И тогда P английская, W. Вот, сейчас он идёт нормально. Через shift он начинает бежать. Вот. Так, через shift он начинает бежать. И чтобы он нормально бежал, быстро, да. Давайте подключим ещё один вот этот, как он называется, модификатор, или как он. Так, это будет у нас, так, 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 моциум. На моциум поставим минус 0, точка, 0. Даже не 0, а давайте единицу поставим. Так, и получается, это дело ещё свяжем. А ну-ка, проверяем P. Он идёт, через shift он начинает падать. Так, а ну-ка. Это не есть good. Почему такая штука? А ну-ка. Во. Как-то он слабовасто бежит. А ну-ка, почему это такая штука происходит? Так, это будет арматура, да. Линейная. А ну-ка, ставим P. Так, почему-то всё это дело... Так, убираем тогда этот показатель. И попробуем... Куда его попробуем? Значит, попробуем на бокс поставить... Так, поставить Keyboard. Здесь ставим W, ставим Shift. Shift, и тогда поставим... Моциум движения... Так. На единичку. А ну-ка, пробуем. P. Так, всё работает. Но только поставим теперь на минус. А ну-ка, P. И получается, если он идёт с одной скоростью, то бежит он уже с другой. Во. Вот такая штука. Так, теперь давайте подключим, значит, такую штуку. На арматуру подключим другую анимацию. Это будет Keyboard. И, значит, клавиша... Пускай будет пробел. Это будет прыжок. Значит, это у нас Motion. Так, не Motion. Это у нас будет Action. Ставим анимацию, допустим, Jumping. И сколько тут у нас... Смотрим, сколько в анимации Jumping, значит, кадров. 96. Давайте сделаем поменьше, допустим. Вот эти кадры ликвидируем. Прыжок, выравнивание, допустим, да, вот эти тоже удалим. G. G поставим на 0, на первый кадр. И запоминаем, что у нас 47 кадров. Заходим в логистику и ставим 47 кадров. Так, ставим P. Заходим в игровой движок. И, значит, что у нас тут? Пробел, да? Не хочет он с пробелом работать. Давайте поставим Q. А, так, это дело я не соединил. Поэтому пробел можно оставить. А ну-ка. P английская. И вот он прыгает. Теперь, если он идёт, пробел, он подпрыгивает. Вот такая штука. Так, анимация слишком длинная. Нам нужно анимацию прыжка сделать, наверное, чуть-чуть побыстрее. Дропшит. И получается, походка у нас выходит 43 кадра. Значит, у нас джампинг должен быть 43 кадра. А ну-ка, delete. Вот так. И вот эти кадры ещё можно даже удалить промежуточные. Это, значит, G. Подставляем поближе. Смотрим 35 кадров. И первые кадры, Shift, D, можно скопировать. Так, а ну-ка. Наконец-то. Так, получается, у нас должен первый и последний кадр заканчиваться одинаково. Так, вот эти тогда оставляем. Ставим 40. Нам нужно 43 кадра, да? Так, вот это тогда delete. Не хватает у нас 35. 5 кадров, да? Промотаем и 5 кадров выберем Shift, D. Скопируем, подставим на конец. Логистика. Ставим 42 кадра. Вот немножко переходы нужно вот эти ещё отрегулировать. Между переключением, значит, анимацией. Вот он идёт. Вот он бежит. И вот он, значит, прыгает. Ну, при зажатой клавиши, вот, значит, W, видите, он как бы замирает. Хотя он должен дальше продолжать ходьбу. Так, а ну-ка. Ну, это в следующем ролике я разберусь. И, значит, всё это дело настроим. Так, что ещё тут можно подключить? Добавляем кейборд клавиатуру и добавляем акцию. На это дело поставим, значит, анимацию покоя. Или что у нас там есть? Удар. Давайте удар поставим. Удар будет на клавишу E. Так, хук. Проверяем, сколько у нас, значит, таймлайн хук. Так, хук 73 кадра, да? Так, вот эти кадры можно, значит, удалить. И последние кадры сделаем в шрифт-д. Последний кадр. Шрифт-д на первый кадр поставим. Так, смотрим. Теперь. Лоджик. Так, дропшит. У нас получается 54 кадра. Логистика. Ставим 54 кадра. Так, так, так. А ну-ка, а есть вот эти вот. Здесь, значит, хук ставим, чтобы знать, что это за фигня. Потом не лазить никуда, да? Здесь у нас Jump. Так, а здесь у нас Walk. И тут тоже переименовываем. Допустим, Walk. Так, это значит, потом идет Jumping. Так, и здесь у нас получается Hook. Так, смотрим, что происходит. А ну-ка, P английская. Значит, пробел, прыжок. Ну, надо еще покой ему поставить, да? Потом W ходьба. И, значит, с Shift он бежит. Причем быстро бежит, да? Так. Теперь нужны повороты налево, направо, допустим, сделать, да? Если P английское включаем, вот он идет. Ну, если мышкой, в принципе, как бы и не нужны эти повороты, да? Мы так управляем. Но если управлять клавишами, видите, то это дело уже неинтересное. Вот такая штука. Он должен вот так стоять и потом идти в эту сторону, поворот. Потом он должен повернуть в эту сторону и на D идти в эту сторону. Ну, в принципе, повороты ему нафиг не уже. Вот он тоже самое поворачивает. SK. Выходим из игрового, значит, вот этого окна. И у нас получается, что, значит, на бокс настроены движения. Моу, скейтборд. Так, а ну-ка, это кто? Так. Это у нас, значит, надо подписать. Left Shift. Это running. Run. Run. Так, бег есть. Бег у нас, повторюсь, установлен на бокс, на ускорение. Показатели единица, 10 сотых, да? И, значит, у нас, так, где у нас тут? Hook, jumping. Походка, значит, бег и удар установлены на rig. Так. Ну, вот, как бы, как бы. Вот такая настройка, значит, P. Единственное, что нужно теперь разобраться, где и как вот эту вот штуку установить, чтобы при переключении он переходил опять на ходьбу. Так, а ну-ка, SK смотрим. Если у нас бокс, попробуем вот эту штуку включить. Угу. Пробуем. W. Пробел. И всё. Он, как бы, анимацию проигрывает дальше, только когда переключается опять клавиша W. Вот с этим делом тоже я разберусь. И в следующем ролике рассмотрим и это, значит, положение. Ну, вот так вот переключается, значит, между анимациями действия персонажа в этой, значит, штуке игре, будущей, возможно. Так, сохраняю файл сейф для следующих, значит, роликов. Потом, значит, в следующих роликах, в следующих роликах разберёмся, значит, как брать предметы. Потом, значит, разберёмся, как настраивать порталы. Потом ещё что-нибудь этакое, да? И как стрелять с оружия тоже рассмотрим. И хочется рассмотреть именно посадка на лошадь. И, значит, анимация вот эта вот ходьба. Но только на лошади, чтобы он ехал. И желательно быстро. Вот так он может по городу гулять, по Дэдвуду, да? Уже, как бы, анимацию можно смотреть, как она будет сделана, да? Прикольная штука, мне, как бы, нравится. Всё, всем пока, до свидания.